Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте, замри! Эта игра в свое время собирала целый двор, и спустя годы дети, как и прежде, с удовольствием играют в нее. Так, ты шевелился, ты выходишь. Так, ты выходишь. А, и ты тоже выходишь. Для этой игры желательно найти побольше участников, так будет интереснее. Пока водящий произносит магическое заклинание, участники бегают, прыгают вокруг, но как только прозвучит последнее его слово, все замирают на своих местах, словно живые статуи, и водящий начинает свой обход. У этой игры одна устоявшаяся формула, но у самих правил имеется несколько вариантов. В первом все игроки замирают как попало, в той позе, в которой их застал приказ замри. Водящий переходит от одного к другому, стремясь поймать кого-нибудь на движении. Если водящий не смотрит в твою сторону, то можно шевелиться. Главное, чтобы он не заметил. При этом прикасаться к застывшим или смешить их, чтобы расшевелить прием запрещенный. Ну так нельзя! А уж кого застукали, тот или выходит из игры, в этом случае побеждает тот, кто останется последним, или меняется местами с ведущим, тогда играть в каждом туре остаются все. Во втором варианте на слове замри нужно изобразить именно конкретную фигуру, то есть какое-нибудь существо или предмет из загаданной тематической области. Например, если фигура морская, это может быть акула или корабль. Если фигура лесная, тогда можешь изобразить оленя или гриб. Дело ведущего правильно угадать, кто это или что такое перед ним замерло. В одной из разновидностей этого варианта для дополнительного опознания он на какое-то время включает фигуры, и они должны проделать несколько характерных для загаданной фигуры движений. В некоторых случаях победителем считается та замершая фигура, которая изобразила явление максимально ярко или смешно. Заводной или каменной? Заводной. Заводной. Субтитры сделал DimaTorzok